Кухня очень дорогая, в районе 9 миллионов рублей. Все косо расположено. Даже не знаю, как это все открывать. Я самый главный помощник. Я, честно говоря, не понимаю, что тут происходит. Это невероятно. Что у Максима в голове? Всем большой привет! С вами Виктория Портфолио. И мы сейчас находимся в нашем пентхаусе, в котором мы планируем переехать уже через пару недель. Просто мечтаю, чтобы время пролетело скорее. Хотя, с другой стороны, наблюдать за таким ремонтом и показывать его вам, это еще то наслаждение. Боже мой, слушайте, я не знаю, что происходит, но я говорю, как какой-то ведущий телеканала. Сама аж удивляюсь. Но сейчас мы с вами перейдем к самому главному. Сейчас у нас идет установка кухни. Кухня очень стильная. Кухня очень современная. И, как принято в блогинге, кухня очень дорогая. И стоимость всей кухни с техникой в районе 9 миллионов рублей. Давайте посмотрим, из чего она, какая она, и обсудим с вами. Ну что же, вот часть кухни, уже установленная. Кухня из ореха. Это вот барная стойка. Здесь будет два очень стильных стула. Здесь дополнительно небольшой столик, где можно будет совершить быстрый перекус, если не хочется садиться за основной обеденный стол. Также здесь огромные ящики для хранения. Некоторые с очень интересным наполнением. Мы сейчас с вами все посмотрим. Просто огромные. Получается, вот эта вот столешница вместе с вот этими шкафами, стеллажами стоила 75 тысяч евро. Плюс у нас еще тут будет дополнительная часть. Она под размер заказана. Очень-очень интересная. Вы все увидите. Она стоит в районе 600 тысяч рублей. Ну и плюс техники мы купили на 2 миллиона рублей. Техника Милли. У меня есть отдельное видео о покупке техники. Обязательно смотрите, что там у нас за чудо техника, какие новинки в сфере техники сейчас наблюдаются. И теперь посмотрим вот эти ящики. Они с интересным наполнением. Здесь у нас диспенсер для мыла. Вот это кран. Я еще ничем пользоваться не умею. Как-то он поднимается. Вау! Супер! А вот это вот, по-моему, свет. Он тоже как-то двигается. Да-да-да. Я просто реально сейчас, ребят, сама на ваших глазах все первый раз пробую, смотрю, рассматриваю. Тоже мне все очень интересно. Не меньше, чем вам. Давайте посмотрим, что же в этих ящиках. Итак, здесь у нас система раздельного сбора мусора. Ящички. Отделы для каких-то мелочей. Кстати, тоже очень удобно. Иногда не знаешь, куда положить какую-то мелочь, чтобы потом реально было найти. Здесь вот обычно тарелочки мы ставим, кастрюльки. И здесь отделение для приборов. Посмотрите, какое оно стильное. Все косо расположено. Вау! Тут тоже для посуды дополнительное отделение. Так, давайте продвинемся с вами дальше. Даже не знаю, как это все открывать. О! Посмотрите, тут выдвигающиеся тоже полки. Ну и посмотрим, что здесь. Здесь, наверное, мне кажется, удобно хранить что-то типа оливкового масла, какие-то бутылочки. А вот в этих вот стеллажах будет выставлена наша красивая посуда Hermes, какие-то аксессуары, бакара, базы. Ну, в общем, все сами скоро увидите. Ребята, сейчас я буду просто мечтать, как я с утра просыпаюсь, иду на кухню в халатике, наливаю себе латте, и просто сажусь тут на диван, и о, кофе, и пишу пост. Вот, как-то так. А можно еще на террасу выйти? Я, мне кажется, буду жителем террасы. Как я обожаю вид на город, если бы вы только знали. И, ребят, мне очень хочется поделиться мыслями Максима, с позволением Максима, он тут рядом находится, все слышит. Краем уха, я думаю. Так вот, вчера мы за вечерним чаем с Максимом, как обычно, разговаривали, и Максим со мной поделился своими мыслями, что его очень угнетает жить сейчас в съемной квартире, которую мы сейчас вот здесь вот сняли, специально рядышком с пентхаусом. Вы знаете, у меня есть отдельное видео, почему мы сняли эту квартиру, но она абсолютно нам не подходит, потому что она не родная наша квартира, не квартира, которая создана Максимом, потому что я с самого начала привыкла жить в тех местах, которые создавал Максим. Даже наша, помните, мои первые видео, посмотрите, квартира, в которой я начинала снимать видео, она всего лишь 30 метров, даже точнее 29, но ее сделал Максим. И мне было там так комфортно, хотя она совсем малюсенькая, и там родилась у нас Мирося. То есть для меня и для Максима важно жить в том месте, которое мы создаем сами. Вот, поэтому, конечно, Максим сказал, что вот ему настолько не нравится тоже проводить в съемной квартире время, что вот он стремится здесь побольше поконтролировать все, чтобы скорее переехать. И когда он находится здесь, у него, в общем, как-то, знаете, настроение совершенно другое. Видите, я тоже тут постоянно и отсюда снимаю сториз, тут постоянно снимаю вам ремонт. Так, тоже съемная квартира, конечно, это, ну, вообще не наше, в общем, место. Вот, хотя за это я получила огромное количество упреков, что я зажравшись и так далее. Видимо, кого-то задел тот момент, что квартира большая, а мне что-то не нравится, да, для кого-то. Вот именно это оказалось триггером восприятия мысли. Я с вами честно делюсь своими мыслями, своими какими-то взглядами и впечатлениями от событий в моей жизни. Ребят, мы тут решили симпровизировать и поместить картину вот в эту вот пустую нишу. На самом деле, еще ничего не доделано, но мы хотим просто посмотреть, как она там будет смотреться. Мне кажется, очень круто. В общем, вы помните, Максим заказывал эту картину из пикселей. Пиксели переходят в рисунок. Я самый главный помощник. Максим, слышишь? Очень даже что-то в этом есть. Такое, знаешь, как будто у нас галерея современная какая-то. Ребят, вот Максим заказал два таких холста под размер вот этой вот ниши. И, наверное, я сейчас никого не удивлю, сказав, что Максим будет сам писать эти две картины. Вы увидите, в какой технике Максим будет работать. Я знаю, что он будет импровизировать, и все будет проходить на моих глазах. Я буду как в вдохновении. Вот, и вы тоже все увидите. Ребята, пока Максим будет на ваших глазах создавать произведение искусства, Я, честно говоря, не понимаю, что тут происходит. Это невероятно. Я хочу вам показать, как сейчас дела обстоят в нашей с Максимом в ванной комнате. Здесь уже установили слэп из мрамора, раскладка бабочка, и сорт мрамора называется Чаполина. Пока! Все, этот камень вы теперь будете лицезреть в моих влогах. Я буду в этой ванной комнате делать укладки себе, делать уходовые процедуры, и вам отсюда вещать. Так что привыкайте к этому камню. Всегда вы будете его видеть в отражении зеркала. Это современное искусство. Конкуренция по красу лампасу шучу. Максим назвал эту технику только что техника маляра. Посмотрите, каким образом Максим растягивает масляную краску по холсту, а я тут как вдохновитель, что-то на ушко шепчу ему. А я сняла. Мы снимаем таймлапс, видите, чтобы потом получилось, как Максим быстро-быстро написал картину. Чтобы веселенький был таймлапс. Очень красиво потом будет видео для инстаграма. Я бы тоже внесла свою лепту, но сами понимаете, творческий процесс есть творческий процесс. И что у Максима в голове? Узнает только холст. Максим, мне кажется, что сейчас психологи из моих зрителей будут интерпретировать, что у тебя в мыслях, что ты хотел показать этой работой. Коричневый, фиолетовый тоже, зеленый. Вот эти вот все такие, знаешь, натуральные оттенки. А акценты можно... Ну, Ирина, это такая ответственность. Ну, давай вот так вот. Это вообще идеально. Вообще, Максим очень хорошо рисует. То есть здесь, по идее, могли быть какие-то животные, не знаю, все что-то, пейзажи. Но Максим выбрал абстракцию. Расскажи, пожалуйста, какие эмоции ты испытываешь, выбрав данный цвет? Насколько ответственность давит на тебя? Я теперь могу говорить, что Максим написал Максим с моим участием. Я ассистировала. Мне интересно в этом узнать, что Максим вкладывался. Какой-то замысел, какой смысл. Потому что Максим не делает ничего просто так. Мы это знаем, слабо все. Да, такой тип, почему? Почему он так трясется? О, тут прикольно было. Ребят, я только что увидела, как у Максима загорелись глаза. Это значит, что ты придумал. Это вообще какое-то животное. Это слон. Слон, да. А слоны, Максим слоны с поднятым хоботом. Да. Это денежная история, благополучие, изобилие. Купите себе слоника с поднятым хоботом. Это ушко. Хвост. Хочу на лошадку еще, кстати. Мне нравится, когда какие-то идеи там влоги. Это как показывают СМИ ситуацию? Да. А как на самом деле? Ну что, у нас сейчас небольшой перерывчик. Мы решили себе организовать. Сейчас идем на нашу временную квартиру, обедаем и потом возвращаемся сюда уже с нашими дочками, с Миросей Златой, чтобы они посмотрели на новую кухню и чтобы они посмотрели, как Максим пишет картину, потому что это тоже интересно. Мы будем есть сейчас салатики с авокадо, тыквой и креветками. Это невероятное сочетание. Еще там будет киноа и много-много зелени. Вот. И мы эти салатики заказали в одном из любимых ресторанов. И мы поддерживаем таким образом рестораны, у которых сейчас сложная ситуация из-за пандемии. Знаете, когда меня упрекают, что я не готовлю дома, знаете, в этой ситуации есть обратная сторона медали. Экономия времени. И представляете, иногда мне пишут, что Вика, признайся, ты просто не умеешь готовить. На самом деле, я готовлю отлично. У меня был в жизни даже период, когда я была просто помешана на готовке. Я тогда работала на госслужбе и зависала на сайте, который тогда назывался готовимдома.ру. Не знаю, существует он до сих пор или нет. Там выкладывались просто написанные рецепты и иногда выкладывались видеорецепты. И я просто каждый день на этом сайте зависала и ждала, когда выложу что-то новое, чтобы скорее повторить. А на обратном пути, когда я возвращалась с работы, заходила в магазин, закупала все нужные ингредиенты и готовила. Причем блюда были всегда очень сложные. Я что-то запекала вечно, прям какие-то десерты невероятные готовила, которые занимают по несколько часов. И я не понимаю вообще выражения «ты не умеешь готовить». Ребят, вот, может кто-то мне объяснит, как можно не уметь готовить, когда сейчас огромное количество видео уроков, где полностью распишено, что, зачем нужно класть, в каком порядке, в каком количестве, при какой температуре запекать и так далее. То есть, как можно не уметь готовить? Может кто-то мне объяснит, может быть есть, что ты не хочешь готовить, что ты невнимателен или что-то такое, но вот не уметь готовить я не знаю. Хотя, с другой стороны, есть девушки, которые мне говорят, что не умеют накручивать себе волосы констанной плойкой. И я всегда тоже думаю, как можно не уметь накручивать? Просто берешь плойку, распределяешь пряди и накручиваешь лица. В чем сложность? И то же самое с готовкой. Вот, и кстати, иногда мне пишут, Вика, зачем вам такая кухня, если вы почти не готовите? Ребят, все может быть. Бывает по настроению, что-нибудь тогда приготовим. К тому же мы в любом случае завтракаем, в любом случае пьем вечерний чай. К тому же у нас две дочки, для них в любом случае няня готовит. Бывает и я что-то по настроению приготовлю, это бывает редко, но все-таки бывает. Поэтому не стоит, знаете, прям какие-то рамки ставить. Я вообще рамки не люблю. Слушайте, я помню, мы с друзьями отдыхали на даче, и я просто открыла рецепт в интернете борща и приготовила борщ. Он был прекрасный, вот просто по первому попавшемуся рецепту, который был высокий в рейтинге. Я иногда получаю сообщение, что Вика, ну домашняя еда не сравнится с рестораном, дома намного вкуснее. Кстати, это тоже часто говорит наш сосед Евгений, вернее, бывший сосед Евгений, но, как говорит Евгений, бывший сосед не бывает. Знаете, для меня ресторанная еда все равно намного интереснее и вкуснее, потому что все-таки ресторанную еду готовит профессионал, шеф-повар. И к тому же я помню то время, когда я мечтала ходить по ресторанам, но у меня не было на то возможности. И поэтому сейчас, когда я обладаю возможностями, я понимаю, что вот я раньше этого хотела, я сейчас это получила. И для меня это удовлетворение определенного рода, вот, поэтому я очень люблю ходить в рестораны и пробовать каждый раз что-то новое. К тому же, когда ты дома готовишь, ты всегда готовишь это в таком большом количестве, а в ресторане всегда какая-то маленькая изысканная порция, поэтому это тоже для меня плюс. Мы пришли, сейчас перекусываем, у нас полусонный тут малышик, сейчас на ручках ляречка моя. Так, смотрите, как Мироска придумала яблочко прицепить. Вот так вот. Коктейльчик такой. Компотик и яблоко. Можно вот так вот пить, а потом яблоко. Откусывает, точно. Ребята, я хотела рассказать вам про ленточки, которые у Мироси сейчас в голове. Это прическа, по-моему, называется корзиночка, и эти ленточки, знаете, откуда Мироси дала бабушка, мама моего мужа. Когда Максим выписывался из роддома, он был в конверте, и этот конверт был подвязан вот этими ленточками. Мы сейчас с девчонками перекусим и пойдем в гости. Ну, мы в гости вечером пойдем, да, может, с соседями подружились. Ну, мы их знали раньше, сейчас просто ближе стали. В общем, мы сейчас пойдем смотреть новую кухню. Кухню полностью установили, ну, почти что. Сегодня очередная доставка пришла из кенгуру. Мирос, это тебе недостающий заказ пришел? А, он должен быть у меня, но его забыли. Ну, почему-то он отдельно пришел, меня предупредил, что заказ отправлен за исключением вот одного предмета одежды. Вот сейчас он подоспел. Надеюсь, что тебе по размеру все подойдет, потому что все-таки заказ по интернету, это немножечко всегда риск. Расскажите, были, кстати, у вас неудачные заказы в интернете из серии ожидания и реальности, или когда размер вообще не подошел? У меня сегодня. У тебя сегодня было? Да, я брюки заказывала. Вау, девчонки, вам подарок от кенгуру от магазина. Злата, смотри, это вам напополам. Смотри, Мирос, Злата, смотрите. Одна гола. Это Миросика, а это Златочка маленькая. Давайте так. Это вы. О, Златочка. Мирос, если хочешь, можешь Злате подарить. Мне тоже. Хочется, да, тебе? Так, ребята из кенгуру, пожалуйста, учтите, два ребенка, два податка. Два ребенка, ни одного податка. Как бы, либо так, либо так. Это будет мой. Ну, давай. Я не отдадим. Давай. Правда? Давайте. Я, давай машину. Нет, машина у меня уже есть. Я заберу этого малыша с собой, и он будет вместе с Соником, Мишкой, ждать вас, когда вы будете приезжать. О, класс, смотри, Мирос. Вау, супер. Что-то Максим выбрал. Да. По размеру, по материалу все классно. Да, особенно это. Нормально, Мирос, чуть навырос, нормально. Тебе нравится, Мирос? Да. Ну все, мы идем смотреть кухню. Опа, там рисует чертежи. Он в старом доме и вину даже чертил, я видела. Да, да, ты помнишь? Я спросила, он сказал, это винная наша. Да? Что вы пьете? Компот. Что у вас за стаканчики такие новенькие? Ты вчера купила. Это холодное сердце, не заметила? Случайно увидела. Не заметили вот этих мальчиков? Да, вот. Там же посудка есть такая. Посудка. Сейчас мы тебе на реакции делать. Это же старая картина. Узнали? Да. Ячий. А, это... Ромка. Это тоже. Это новая картина. Рисунки сам. Да. Можешь даже порисунки. Ну все. Ну все. Пошел, Соня. Ну вот, если ты с таким лицом подойдешь к парке... Пойдемте. Пошел. Немножко со мной пройдем. Давай. Мы сейчас спускаемся на паркинг, потому что приехала люстра и она оказалась очень большой, что по-моему не вмещается то ли в лифт, то ли что-то такое. В общем, сейчас ее будут разбирать. В общем, эта люстра называется фонтан. Максим сейчас немножечко ее разбирает, потому что она не вместилась в дверь. А Мироси и Златы помогают, держат инструменты. Да? Помощь от вас тоже очень важная. Посмотрите, вот это вот каркас со встроенными светодиодами. Люстра выглядит невероятно стильно и так как-то легко. Как-то так невесомо. В общем, вы скоро увидите, насколько она круто вписывается в интерьер. В общем, такие дела. А Максим хочет раскрутить хотя бы несколько вот этих вот элементов, чтобы немножечко ее сузить и чтобы она вошла в дверь. Ребят, вот уже следующий день и Максим закончил свое творение. Не закончил. А, не закончил еще, Максим подсказывает нам. Но я думаю, что она уже подходит к завершению. Потрясающе. Мне нравится, стильно, очень современно. И, знаете, с долей, с ноткой иронии. И вы видите короны? Видите очертания короны? Так, ребят, сейчас мы заметили, что уже смонтировали стеновую подсветку. Она управляется с помощью умного дома. И актуальнее всего, конечно, она вечером. Такой легкий-легкий свет, который освещает путь в холодильнику или в санузел. Вот везде они, по всему периметру. Также в каждую ступень лестницы уже встроили подсветку. Сейчас вы увидите. И позже здесь все будет огорожено стеклом. Тоже будет очень стильно. И, ребят, конечно же, красота в деталях. Мрамор, латун, орех. Как все красиво состыковано. Максим, конечно, волшебник. Ну что, и традиционно я произвожу депиляцию новых предметов. Раз, два, три. А-а-а! Это у нас система кондиционирования. Итак, ребят, это люстра Бешко. Модель называется Фонтан. И, представляете, эта люстра выполнена от начала до конца в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге есть магазин. И в Санкт-Петербурге происходит производство. Душа радуется, когда мы видим, что такую красоту делают в нашем городе. Вы видите, что здесь совмещены в дизайне и классические мотивы, и современные. Эта модель бывает разных размеров. Наша модель диаметром полтора метра. Она из натуральных материалов. Здесь светодиоды и, по-моему, медь. Через трансформатор, вы видите, его на потолке подается очень низкое напряжение. Прямо в люстру. Сам корпус токопроводящий. Но вольтаж настолько низкий, что это не ощущается, даже когда трогаешь. Конечно, огромный плюс, что во время самоизоляции удалось заказать эту люстру прямо на сайте. Было все удобно. Ее изготовили и абсолютно спокойно, легко, быстро доставили. Эти модели люстр висят еще в театре БУФ и в Анне Керхер. Конкретно эта люстра стоила в районе 300 тысяч рублей. Но в зависимости от исполнения цена, конечно же, варьируется. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...